Доброе утро! Мое утро начинается не с кофе, а с патчей под глаза, потому что я проснулась раньше всех, мне надо привести себя в порядок. И да, возвращаемся в реальность. Сегодня я отвожу детей в детский сад. Малыши так спят, что я еще и успею позавтракать и кофе себе поставила и рюкзак собрала. И на завтрак у меня сегодня мюсли. Ну, точнее, мюслями это сложно назвать. Я не знаю, где точно мы их покупали. Марка, мне кажется, какой-то собственный бренд, что-то в этом стиле. И они из клетчатки. Выглядят, конечно, не очень привлекательно, но я по странным обстоятельствам всякое такое люблю. Я уже вернулась домой, мы так торопились, что я даже ничего не успела поснимать для вас. И сейчас показываюсь вам. У меня сегодня получился вот такой повседневный макияж. И, казалось бы, ничего необычного, но в последнее время я начала проводить небольшой эксперимент. И сейчас я не пользуюсь консилером и даже никаким легким бибикремом, разными там тонирующими средствами. Только наношу обычную пудру, которую я показывала вам в своих мастхевах на весну и лето. Она с SPF, она чуть-чуть выравнивает оттенок кожи, но она не какая-то матирующая, чуть-чуть сияющая. Короче, я, наверное, вам чуть позже покажу, что я использовала для сегодняшнего макияжа. И постараюсь еще на этой неделе снять какую-нибудь весеннюю собиралку. Девчонки, хотела бы сказать вам огромное спасибо за все комментарии к предыдущему влогу, где я просила вас написать мнение по поводу соседского мальчика. И благодаря вашим многочисленным ответам у меня образовалась какая-то конкретная стратегия того, как я должна себя вести в первую очередь со своим ребенком. Если вам интересна тема воспитания детей, то обязательно почитайте комментарии, потому что девочки пишут такие мудрые вещи. И лично мне ваше мнение помогло как-то структурировать все мои мысли, потому что мне казалось, что вот я сейчас ограничу общение моих детей с этим ребенком. Но нет, потому что вот вы абсолютно правы, что в жизни будут встречаться друзья, так называемые в кавычках, которые не всегда хорошо, положительно будут влиять на моих детей. И во взрослой жизни тоже будут случаться такие ситуации. Поэтому почитайте, пожалуйста, я обязательно потом расскажу вам, как это все отражается на наших отношениях с соседями. Дальше, что касается жизни на новом месте, у нас тут недавно произошла очень и очень неприятная ситуация. И мне кажется, что после этого происшествия каждый житель нашего района задумался об этом. И когда я начала рассказывать это нашим знакомым из Кракова, говорят, что «О, да, мы тоже слышали, что здесь вот неподалеку такое произошло». Значит, рядом с нами теперь живут люди, которые раньше жили во Вроцлаве, и они буквально неделю жили здесь, в новом доме, и у них украли машину. Представляете, люди только переехали, и тут на тебе такое. У нас здесь много камер, поэтому все было зафиксировано, но мне кажется, что это не особо помогает, потому что видишь, как просто кто-то пришел, вскрыл твою машину и уехал на ней. Просто у тебя теперь есть память о том, как это все произошло, потому что вследствие, ну я не знаю, насколько это помогает, мы вообще-то раз в год платим, ну покупаем страховку, которая возмещает полную стоимость машины в случае угона. И еще вот что, когда я куда-то еду, лечу на самолете, да, и у меня с собой компьютер, который, понятное дело, не дешевый, потому что мне нужен очень такой мощный процессор, и у меня Mac, Mac Pro, или у меня с собой камера, я всегда покупаю дополнительную страховку, потому что всегда существует такая маленькая вероятность, что именно в этот раз я попаду в тот маленький процент людей, которые теряют багаж, или его воруют, или просто что-то испортится, поломается. Так что, если вы куда-то собираетесь в отпуск, подумайте об этом, потому что всегда кажется, что меня это не коснется, но жизнь показывает немножко другую практику. Я хотела бы показать вам несколько новых посылок, которые ко мне приехали, и также покажу вам свои ароматы. Я сегодня хочу сделать небольшую реорганизацию, перебрать то, что у меня есть, и также расскажу о трех новых ароматах, которые я выбрала на теплое время года. Если вам нравится все такое очень тонкое, свежее, неудушающее ароматы на каждый день, то я думаю, что вам будет интересно, потому что помните о том, что особенно если вы ходите на работу, вы должны уважать ваших сотрудников, и никого не душить своими ароматами. Если это вечерний выход, вы хотите как-то вот прям дополнительно подчеркнуть свой образ, то почему бы и нет, но мне кажется, что на каждый день это слишком. Вы знаете, что я уже на протяжении двух лет заказывала ароматы на сайте духи.рф. Вообще-то они доставляют по России, в Беларусь и в Казахстан, но так как я блогер, духи.рф любезно предоставили мне возможность выбрать несколько ароматов на мой вкус, и доставили их прям ко мне в Польшу. Хочу сказать, что все было хорошо упаковано, у меня нет никаких претензий, ничего не разбилось. Сервису я просто не могу придраться, и то, что меня постоянно подкупает, это их широкий ассортимент, где я нахожу интересующие меня позиции. И вот когда я увидела в наличии аромат Remarkable People, я поняла, что все, надо срочно оформлять заказ, мне эти ароматы достались бесплатно. Но три года тому назад, когда только родился Игнаша, мы с мужем гуляли по еврейскому кварталу, куда я иногда вас беру с собой. И, понятное дело, Захар тоже был с нами, мы зашли в магазин, просто рассматривали какие-то ароматы, это был магазин нишевой парфюмерии. Я тогда ничего нового не искала, но консультант подошел ко мне и говорит, девушка, мне кажется, у нас есть аромат, который вам подойдет и понравится. Я нанесла его на руку, проходила с ним целый день, и каждый раз, когда я вдыхала этот аромат, мне даже казалось, что мое настроение становилось лучше. Настолько он жизнерадостный, игривый такой, позитивный. И это просто очень хороший вариант аромата на каждый день, потому что он не слишком цитрусовый, но и в меру сладкий. Он не шлейфовый, но он дает о себе знать. Причем на мне он держится около пяти часов без проблем. Более бюджетный вариант – это Calvin Klein One. Я его просто обожаю, считаю одним из самых универсальных именно для ежедневного использования. Вот этот аромат для ниши слишком коммерческий. Наверное, так многие посчитают, но для нас с вами это значит одно, что он подойдет и понравится большинству женщин и мужчин, потому что это унисекс. Второй аромат, который я решила заполучить в свою небольшую коллекцию, я не какой-то там маньяк. Я постоянно что-то отдаю, передариваю или использую до конца, если это прям вообще какой-то супер аромат, с которым мне очень комфортно. Так вот, это Герлен из линейки Aqua Alliguria. Мне прям очень нравится оформление флакончика, но то, что таится внутри, это аромат природы после дождя. Я на полном серьезе. Это такая свежесть. Это как несладкий мохито. Вот представьте себе аромат мяты, какой-то бергамота, который чуть-чуть приправлен цитрусами, но буквально, знаете, для декора. Он не выбивается на передний план. И, о господи, когда это будет такое жаркое лето, разъяренное тело, наносишь этот аромат, и тебе как-то даже легче становится. Не знаю, он настолько приятный. Класс! Также стоит сказать, что это туалетная вода. Я взяла себе самый большой формат. Насколько я помню, 125 мл, но я уверена, что я допользую этот аромат до конца. И последнее. Это просто был вопрос времени, когда я вернусь к Мисс Диор Блумин Буке. Я так позитивно отзывалась об этом аромате, что, ну, как бы, я сама себе обещала, что я когда-то к нему вернусь. Вот такой флакончик, нежный, как и сам аромат. У меня есть отдельное видео на тему весенне-летних ароматов. Я сейчас не хочу повторяться. Оставлю ссылку внизу, вы можете посмотреть. Этот аромат ассоциируется у меня с естественной красотой. С такой аккуратной, очень ухоженной девушкой, которая одета в красивое, скромное платье из натуральной ткани, с соломенной сумочкой, возможно, с какой-то шляпкой. Она не чрезмерно накрашена. Вот все в ней в гармонии. Эта композиция настолько здорово подобрана и как-то все в ней сбалансировано, что с него прям хочется начинать день и подражать такому образу, который я только что описала. Здесь пион, нежнейшая, современная роза. Это не что-то старомодное, не переживайте. По-моему, какие-то фрукты, что-то в стиле персика. Но, опять-таки, этот аромат не искусственный. И кайф чистой воды. Я очень рада, что он вновь есть у меня. И, кстати, он подойдет и молодой девушке, и также женщинам, ну, не то чтобы в возрасте, да, в возрасте моей мамы. То есть, около 50 лет. Просто если вы не любите ядреные ароматы, но все-таки хочется чего-то женственного, вот это. Не такой мускулинный, не тот, который подойдет и мужчине, и женщине. Нет. Вот он прям такой тонкий, изящный. Да, это изящный аромат. Девчонки, что касается ароматов, это все. Еще напоследок скажу, что для моих зрителей есть скидка. Я укажу всю информацию в инфобоксе. Можете пользоваться, если вы сейчас хотите подобрать для себя какой-то аромат на новый сезон. Давайте покажу вам то, что уже у меня есть и все полные названия, ссылки на продукцию я оставлю внизу. Вот мой небольшой летний парфюмерный уголок. Сейчас сделаю ревизию. И вы видите, что я уже достала один практически пустой флакончик. Это Мадемуазель Азаро. Он чем-то напоминает Мисс Диор, который я только что показывала. Чуть более сладкий, но для меня это одна категория. И вы постоянно интересуетесь, откуда у меня такие красивые зеркальные подставки. Но я никого не удивлю. Свои я купила в ТК Макс очень давно. Похоже, вы найдете в Эйшендем Хоум и в Зарахоум. А здесь находится подарок от моей подружки. Мы с ней так долго не виделись, что она вот только сейчас принесла мне мой подарок на день рождения. Она вообще-то работает в таком антикварном магазине, куда... Ну, не совсем антикварном. Там продают разные красивые такие изделия. сделанные вручную. И она говорит, что иногда приходят иностранцы и могут потратить даже несколько тысяч долларов на что-то такое. Вот. И она подарила мне такое красивое яблочко, которое сейчас украшает мой фон. Давайте, наверное, скажу, что вот это Эрмес, это Диптик Филосикас и любимые Байредо Пульп. Кстати, вот эти вот три это просто вообще несменные фавориты. Уже несколько сезонов. Вот этот самый старый, наверное, второй флакончик, вот этот первый. Но я прям так экономно ими пользуюсь, чтобы он слишком быстро не закончился. Мы с Захаркой сейчас начали читать книгу о Карлсоне. И вы спрашиваете меня свои, я привожу из Украины, некоторые прям вот лично мои с детства, но что-то там покупает мама. Здесь я как-то даже не искала книги на русском или украинском языке. Я открыла её и посмотрите, ей 30 лет. Ничего себе! Когда-то мы жили в гостинке с родителями вчетвером в однокомнатной квартире. Такое тоже было. И видите, здесь вот поздравление для меня от моих подружек. То есть этой книге может быть даже 24 года или 22 где-то так. Но то, что буквально заставило меня расплакаться, это видите, вот эти листочки, которые я засушивала для того, чтобы потом нарисование или как этот предмет назывался? Рисование, наверное, использовали и потом делали аппликации. Кстати, у меня были очень красивые аппликации, которые часто забирали на выставки и потом это всё к нам не возвращалось. То же самое происходило с вышивками. У меня дома есть буквально несколько работ, потому что то заучим подарили, то ещё что-то. Обидно, но тогда как-то, не знаю, я на это не обращала внимания, типа, о, классно, подарили кому-то директору или главе чего-то там района. А вот сейчас хотелось бы, чтобы что-то осталось на память. У меня сегодня какой-то супер напряжённый день, после рабочих часов мы приехали погулять в такое место, это называется Клаштор. Это то ли собор, я не уверена, как это именно переводится на русский язык, но это не обычная церковь. Здесь живут батюшки, вот это вообще называется опадство Бенедиктинское. Люди ходят, я не хочу никого смущать, поэтому постоянно включаю, выключаю камеру, значит, у них здесь свой устав, и вообще именно эти батюшки знамениты тем, что они такие немного даже бизнесменов, потому что у них есть своё производство. Я даже, когда работала, приезжала к ним на переговоры, чтобы с ними делать сиропы, которые поляки добавляют пиво, но в чаи в основном, и пудинги они тоже едят. Это вот знаете, как у нас, типа, закрывают вишни и остаётся сироп такой, консервируют вишни. И вот у них такое делается из клубники, в основном, конечно же, из малины, малина с липой, разные вариации бывают. Вот, солнышко ещё светит, я забыла очки. Нельзя кричать. Очень много лет этому месту. Ого, 1771 год. Вот здесь икона Матери Божьей. Вау, как красиво. Это недалеко от нашего дома, кстати. Мы хотели сюда приехать на велосипедах, но я всё никак не выберу, какой же взять себе. Поэтому приехали на машине и прогуляемся пешком. Только посмотрите, какой обалденный вид. Вот, кстати, когда очень хорошая погода, то даже Татры могут быть видны. Там вот далеко, далеко, может быть, чуть-чуть. Горы. Да, постриженные наши наконец-то. И это Висла. Это река. Она небольшая, но иногда доставляет такие проблемы, когда какая-то сильная оттепель или дожди слишком мобильные. Там идёт служба. Очень-очень красивый костёл. Я не хочу заходить с камерой, чтобы не мешать. Мы немножко посидели, детки не выдерживают. Отсюда постараюсь вам показать. Возможно, когда люди уйдут, рассмотрим всё поближе. Мне очень нравится в костёле. Вот мы и пришли вниз. И, кстати, из этого места сейчас ходит водный трамвай в самый центр Кракова. И даже можно доехать на Казимеш. Это вот этот еврейский квартал, о котором я вам часто рассказываю. Я так понимаю, что тоже можно взять в аренду лодку, такую моторку, или как она там называется. Ну и я сегодня пас. Мне хочется, не знаю, какого-то равновесия и вообще просто спокойствия. Осторожно, Игнаш, не вырывайся, пожалуйста. Бери, да, на поводок цепляй. Мы, можно сказать, приземлились в ресторане. Мальчишки, ну, наполовину заняты собой, потому что они то играются, то всегда приходят ко мне. Вы, конечно, простите мне мой тупизм. Вообще, просто, когда я максимально продуктивна в первой части дня, то к вечеру я абсолютный тормоз. Вот. И сейчас вспомнила, что это монастырь. Вот так. Ну, иди сюда. Ну, я же тебе говорю, не крути этого змея дурацкого. Ударился Захарка. А вот и пиво с сиропом, о котором я говорила чуть ранее. Только это Тома купил как это, горячее пиво. С приправами. С приправами. Здесь гвозди какая-то. Но в холодном виде поляки гораздо чаще так пьют. Приятного аппетита, Игнашка. А ванчик вкусный? Да. У Томака сегодня полный релакс. Он заказал себе настойку, которую, кстати, делают вот эти вот батюшки, о которых я вам рассказывала. Бизнесмены. Куда ты побежал? К зеркалу. Папа год не был на шопинге. Не год. Ну а сколько? Я тебя выгнала что-то купить. А то все думают, что я транжирю только деньги в этой семье. Томак, это не летнее. Должен был быть выпуск летия 2018. Девчонки, а вы одеваете своих мужей? У меня сам одевается. А самая дешевая. Да, самая дешевая. Чтобы не разорять семейный бюджет. Очень красиво. Томак, но... И несколько цветов еще. Цветов. Правильно. Игната, ты что раздеваешься? Но вот этот, как он называет? Муштардовый, горчичный. Ты надо мной смеялся, а теперь сам купил такую хлопковую. Муж всегда на лето покупает себе джинсовые шорты и белые. А это что такое? Я думала уже какой-то шарфик. Не пугай меня. Пальма. Так, красивая. Белая с белым это будет. Садится батарейка, поэтому постоянно выключаю камеру и сначала... Так, к зеркалу. Может быть? Хорошо. Мне нравится, когда вот такой вырез именно, V-образный. Вау. Вау. Томак, подожди, шорты не снимай в кадре. Томак, сейчас тебе девочки напишут, что такие джинсы укорачивают ноги. Ну, не знаю. Не, не стекайся. Может, там. Я бы не дай файл. Ну, не знаю, Томак, как-то так оно... Не? Потому я уж темная. Ну, я знаю, но так, как ты сказала, оно выглядит. Где ты там есть? Будет виден наш бардак, мы организуем обувь. Мы уже почти решили эту проблему. Не, надо обвязывать. Надо обвязывать. Странно. мне вот эти нравятся. здесь еще есть футболка такая с пальмами хлопковая. Сколько они стоят? Мужские вещи вообще всегда дороже. Томак, по-моему, я снова влюбилась. Ты так похорошел, помолодел, прям вообще. А я? Да. иди посмотреть. Томак без примерки часто что-то покупает. У него шопинг длится просто час. Поехал за продуктами и купил летние вещи. изъезд стопатки заброшите. Так, еще что-то, папа? Вот эта рубашка симпатичная. О, эска, ничего себе. Томак, ты даже до эски похудел, нифига себе. Да, это лен, я попробую. Лен. Лен. Классная. Массовый лен, но. Красиво так, очень. Какой там пояс у них, Томак? Есть у них пояс? Пасок есть? Ух ты, на резинке. Я по праву здесь тоже работать хорошо. Уже папа говорит, что слишком много, немного. О, вот так тоже круто. Классно так. А где шлепки твои? Купил? Все-таки было. Клапки? Шлепки не знаешь такое слово? Странные такие. Странные такие. Купил? Не боялся их купить. Наверное, я их вернул обратно. Какие ты купил? Покажи. Томак, я вижу, я вижу, что тебе идет на пользу наш союз. Не, классные, че? Я тебя в сандалек еще не видела. до машины они кожаные? А, ну да, ты водишь машину без обуви. Я тут видео для вас загружаю, работаю, как Томак говорит. Сейчас, тут у меня шорты твои, Томак. Вот посмотрите, какой ремень здесь. Не ремень, а резинка, цветочки. Классный материал. Многие спрашивают, а погода вообще не позволяет поснимать прям так красиво на террасе с цветами на солнышке, поэтому будет так. Видите, что шурует дождь и ничего не прикрыто. Дело в том, что мебель из Икеа покрыта чем-то специальным, чтобы она не промокала. Но в Икеа мы также купили специальные чехлы, такие черные, которые по размеру подходят и к дивану, и к столу, и все это можно будет накрыть. В принципе, можно было бы и запрятать в гараж, но для того, чтобы все не носить туда-сюда. И мы выбрали, видите, стол, который раскладывается, то есть он становится в два раза больше. А вот это, между прочим, не столик, а, ну, такая табуретка. Табурет, правильно, да, наверное. И вот этот диван может быть гораздо меньше другой формы, потому что он продается сегментами, то есть можно складывать так, как вам удобно. И мы решили отдельно купить подушки и отдельно чехлы к ним, потому что у нас очень долго не было в наличии серых, были только практически такие черные, стальные, вот эти, и, по-моему, синие, если я не ошибаюсь, но очень темные. Я так не хотела, чтобы все было темное, и они тоже чем-то покрыты, они чуть дороже, но покрыты специальной такой мембраной, которая не пропускает влагу. Вот, наверное, здесь будет видно, гляньте, да, капельки лежат, ну, то есть они не впитываются. И еще, что хотела сказать, что у нас был детский праздник, и торт в виде пожарной, и ребята, малыши, начали вытирать свои руки вот эти вот подушки. Я чуть не умерла, но взяла тряпку и просто все красное вытерла. То есть, класс. Я вылила кофе тоже, все просто смахнула какой-то салфеткой сухой, ничего не впитывается, действительно. И сейчас та-да-да-дам, та-да-дам, эй, что за прикол? Эй, ну, я же говорила вам, я технический лузер. Мы решили купить вот такую крышу, то есть, сделать под заказ. И когда светит солнышко, она дает тень, но не слишком темно и не жарко. Видите, она раскладывается, и прям все может быть прикрыто. И вы сейчас, наверное, думаете, вот что там вообще сумасшедшее в Польше? Надо разложить крышу, и ничего не будет мокнуть. Но когда ветер прям сильный, есть огромная вероятность того, что ветер вырвет всю вот эту нашу крышу красивую вместе с инсталляцией, и потом будет такой трабл. И мы специально заказали такую крышу с датчиком. Если только сильный ветер, и она прям шатается, то она автоматически сама складывается. Вот. А чтобы купить что-то стационарное, нам тут как посчитали, эти обратно складываются. Нам посчитали практически 8 тысяч долларов, и тень еще была бы в зале, поэтому мы решили вот такое что-то заказать. Все, надеюсь, вам было интересно, и те, кто спрашивал, а еще по поводу вот этого материала, я не знаю, это что-то такое похожее на дерево, и оно уже здесь было, поэтому я вам не подскажу. На этом будем прощаться. Все, пока-пока, до новых встреч.